Это в интересах кучки элегантов, поэтому нужно как-то противостоять впереди выбору Госдумы. У меня ежедневно практически сыпятся различные обвинения. То я коррупционер, то я с криминально мертвым. Я прям закончил, я прям закончил две секунды. И в конечном итоге не знаю уже, за что учитывают. На сегодняшний момент, я еще раз говорю, не знаю, за что меня завтра хотят посадить уже. Вы думаете, вас посадить? Ну, знаете, за три года моей депутатской деятельности на меня возбуждали пять уголовных дел. Меня пытались судить как экстремиста за законные призывы к свержению власти, за клеветку, за даже оскорбление флага не пытались менять. И сейчас вот как коррупционера. Поэтому если вдруг есть какие-то претензии, какие-то, может быть, опасения, у вас, как у журналистов, есть законное данное право обращаться в органы правоохранительные и привлекать меня так же, естественно. А уже все остальные, я прошу... Бухатя, мама, смотри. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Ну, наверное, в эмоциях, в любых новых средств. Вот, хорошо. Или, еще раз говорю, если есть подтверждение со стороны закона, можно проверить, да, написать заявление про ханитон. Согласен. Согласен. Я разместила по спорту. Мы со сторожней сети. Да? Давайте. Если есть эти основания, предъявляясь предответственность, я законопослушный создание, поэтому нужно меня извинить, связываясь за то, что это крайний вопрос. По доходам все-таки монетизация Ютуба вашего. Дайте последний вопрос. Можете свою позицию сказать? Комиссия признала, что вы незаконно получали доход с Ютубом. Вопрос у вас. Вопрос так или нет? Да нет, конечно. На сегодняшний момент власть не понимает, как побороть эту волну негодования и возмущения в том числе от оппозиционных депутатов, от коммунистов, от меня в том числе. И на сегодняшний момент единственное, что они придумали, привлекать меня к ответственности как коррупционеру. То есть сажать не тех, кто ворует из бюджета, не тех, кто расставкивает страну по своим командам, а тех, кто говорит о власти, ту правду, которая нас заслужила. И то, что они внесли ради меня изменения в федеральный закон. Как вы считаете? Так было озвучено, по крайней мере. Так было озвучено и говорили о том, что вы что, много знаете депутатов-блогеров сегодня в России? Назовите еще одного. Я думаю, это вы вырежете. В любом случае, на вопрос я ваш ответил, если не устраивает ответ, ну уж извините. Свою позицию я объяснил. Если вы меня считаете коррупционером за то, что я получаю доходы с Ютуба. Я не считаю коррупционером. Давайте по-другому. Я депутат, работающий на общественных началах, не получающий зарплату. Депутат, который работает бесплатно. Власть мне не дает ей зарплату, потому что не нравится моя критическая позиция и запрещает мне получать доходы с Ютуба как блогер. Да это самый прозрачный, самый открытый доход. Если меня за это поставят в тюрьму как коррупционера, вся страна... Нет, но там конечно не о том идет речь, а о том, что депутатский стандарт использует. Еще раз, именно о том. Там речь идет именно о получении моих доходов с Ютуба. Как депутаты. Там никто ничего не разделяет. Там есть видеоролик, который вообще не касается моего депутатства. Один? Ну какой один? Сотни, наверное. Тысячи, наверное. Даже канал называется у вас, правильно? Ну, послушайте, мне же не только за депутат. За Ютуб-канал Убежащая оппозиция, за Ютуб-канал Бондаренко Лайф. Там вообще депутатство не имеет никакого отношения. Однако за него на комиссии было принято решение, этот доход, который я тут получил, тоже вместе суммировать, и соответственно его в обвинительный вердикт включить. Я еще раз говорю... Материал, что вас идет? Насколько я знаю передов в прокуратуру, это вам конкретно лучше уточнить у господина Антонова. Он человек, который написал на меня заявление вместе с самими коллегами, депутатами Единой России, и человек, который судил меня на этой комиссии. Представляете? Что за инцидент Сатан был, где эта картина падали, он якобы вас задел, не задел? Ну, не якобы, он меня толкнул с лестницы, о чем у меня есть видео, посмотрите на моем канале об этом видео. Ну, там как-то все... Ну, еще бы выиграть государственный телеканал, чтобы вы увидели... Ну, конечно, государственную пропаганду настал теперь объективной, да? Вам в любом случае здоровиться, не болеть. Вы не проект Курихина, да? Слушайте, каждый, кто так говорит, это попытка из-за неимения других аргументов меня как-то очернить, хотя бы за что-то схватиться. Есть ли какое-то конкретное ко мне, как говорится, доказательство, претензия, аргумент? Готов выслушать, но, как я понимаю, у вас их нет. Только поглеб исключенных из КФРФ каких-то людей, да? Которые нечем просто больше меня ущеркнуть. Ну, в любом случае, до свидания.